Братья и сестры, еще раз всех приветствую. Деяние святых апостолов, глава 9, прочитаю 31 стих. Деяние 9, 31. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Братья и сестры, я сегодня хотел поговорить на тему о хождении в страхе Господнем. Я так понимаю, что эту тему, можно бы сказать, было, наверное, касаясь любой темы, предложенной нам братьями во время молитвы на неделе. Поговорить о страхе Господнем. Вот вчера мы молились о том, чтобы Бог был в своей христианской семье, чтобы Бог благословил детей. А в 33-м псалме написано, «Придите, дети, страху Господню научу вас». Помните, да, тоже? «Придите, дети, страху Господню научу вас». Я так понимаю, это же, наверное, самое важное, чему нужно научить, или одно из самых важных. Почему? Потому что пока детки маленькие, вот Петя сидит там, зачурка с ним на коленках, но придет время, когда она будет расти, и чем больше дети растут, тем больше они отдаляются. И в школу пойдет ребеночек, потом он уже и дома реже. А потом все дальше и дальше, и все меньше и меньше с родителями. Да, Витя? И теперь получается, что мы все не уследим, и мы за всем не проследим. И тем более, что сегодня вот различные требования со стороны учителей, в частности, в том, чтобы интернет все больше входит в жизнь нашу, и жизнь членов церкви, и жизнь детей наших, даже, допустим, требования в учебе. И теперь, конечно, допустим, говорят, чтобы он там в учиру зарегистрировался, и, ну, понятно, если он там будет только сидеть. А если он куда-то по сайтам пойдет путешествовать, и что он там найдет. И родители, конечно, переживают за это. И если ребенок научен страху Божьему, как-то нам более спокойно, мы понимаем, что он не где-то заблудится, или не где-то там пропадать будет. А если нет? А если мы вдруг замечаем, что страха Божьего у него нет? Я вот даже замечаю, вот по детям, у кого-то трепет какой-то внутренний, а у кого-то этого нет. И переживаешь. И переживаешь за это. Касается ли тема о страхе Божьем сегодняшней темы? Я считаю, напрямую касается. Вот здесь мы прочитали текст. В церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии, они находились в покое. Они назидались и ходили в страхе Божьем, и при утешении от Святого Духа они умножались. Вот благовестие, братья и сестры. То есть присоединялись к церкви души, люди, которые жили вокруг, и они, видя жизнь верующих, они присоединялись к Господу, присоединялись к церкви. А какая была жизнь верующих? А жизнь верующих была в страхе Божьем. И вот оно условие, друзья, вот оно условие успеха по благовестию. Жить в страхе Господнем. И тогда у людей будут вопросы, что это ты за человек такой? Почему ты так живешь? Почему ты так поступаешь? Не так, как другие. Почему ты не говоришь то, что мы говорим? Вы помните, как Петр об этом говорил, что они удивлялись, люди, тому, что вы не участвуете в том же распутстве, а иногда даже злословят за это. А как это? Ты почему такой? А потому что страх Божий человек имел. Поэтому он не участвовал в распутстве. И поэтому он жизнь такую совершенно другую вел. И, конечно же, это заставляет людей думать, почему он такой, и, конечно же, думать о своей жизни. А почему я такой? Почему я не такой, как он? То есть происходит естественная евангелизация. Тогда, когда человек ходит в Божьем страхе. Итак, братья и сестры, я хотел своей теме коснуться четырех вопросов сегодня. Первый вопрос, которого я хотел коснуться, вообще, что такое страх Божий? Хотел несколько определений привести, что такое страх Божий. Второй вопрос. Как страх Божий проявляется в жизни человека? Вообще, можно ли заметить, человек имеет страх Божий или не имеет страх Божий? И как он должен проявляться в моей жизни? Третий вопрос. Отношение Бога к боящимся Его. Я думаю, нам, как верующим, особо важно знать, если я буду бояться Бога, «А какое Богоотношение ко мне будет?» И Писание об этом говорит во многих текстах. И последний вопрос, которого я хотел коснуться в сегодняшней теме, как страх Божий зарождается внутри человека? Где его источник? Где его взять? Где найти? Как он происходит? Итак, страх Божий. Братья и сестры, вообще обычно, когда мы касаемся слова «страх», мне кажется, оно вызывает в нас какие-то негативные чувства. Страх. Страшно. И, наверное, вряд ли мы найдем человека, который никогда в жизни ничего не боялся. Ну вот дети обычно боятся, боятся, когда темно. Папа, включите свет, не выключайте. Ну, чтобы они заснули при свете. Потом можете выключать, но не выключайте, пока мы заснем. Боятся темноты дети. Или собак больших боятся. Идут со школы, там собаки бегают. Или у вас, диктярки, не бегают собаки. Бегают. У нас бегают. Дети боятся. Но это естественно. Боятся, когда много машин. По дороге едут. И, в общем-то, в этом отношении тоже страх есть, нечто положительное. Если бы люди ничего не боялись, то намного было бы больше жертв. Ну, то есть, человек идет, он не смотрит направо, налево. Иногда мы водители это замечаем, не удивляемся, когда человек... Он идет, он даже вообще не смотрит. Раз, вот как шел, так и шел. Ну, хоть посмотри, едут здесь машины или нет. Вот. И иногда бывает, человек платит очень дорого, что он страха не имеет. Братья и сестры, так вот, страх, слово, оно вызывает на самом деле в нас какие-то негативные чувства. Но только не о страхе Божьем, когда речь идет. Если мы с вами вникнем вообще в понятие страх Божий, то мы скажем, что вот это понятие, это как раз, это настоящая драгоценность. То есть, страх Божий, этого понятия и этого чувства не нужно бояться, этого нужно желать, чтобы я имел. Я должен очень хотеть иметь страх Божий, потому что страх Божий, Библия говорит о том, что это настоящее сокровище. В книге пророка Исаии написано, страх Господень будет сокровищем твоим. То есть, сокровище. И я хочу сказать, вот в наше время, ну, наверное, для христиан вообще это всегда время, потому что мир – это чуждая среда для желающих жить благочестиво и свято, и чисто. Это чуждая среда. Это примерно, как, допустим, рыбу вытащить из воды. И это не ее среда. Это примерно так, вот мы на земле живем, там, где зло. Написано, весь мир лежит во зле. И вот здесь, на этой земле, где вокруг грех, зло, искушение, для нас иметь страх Божий – это обладать огромнейшим богатством. Я вам хочу сказать, что если человек Божий страх имеет, это человек очень богатый. И это намного больше, чем все сокровища, которые он бы мог приобрести, я имею в виду земные сокровища, если человек имеет Божий страх. Блаженна та жена, которая имеет мужа, который Бога боится. она спокойна за него, что ничего не будет, он верен, он тверд. Так же самое можно сказать и о муже. Помните, написано в книге притчи, уверена в ней сердце мужа, он уверен, все будет хорошо, он спокоен. Почему? Жена Господа боится. Так вот, одно определение страха Божьего, оно так звучит. Страх Божий – это благоговейное отношение к Богу, проявляемое в осознании и ощущении божественного присутствия, боязни оскорбить Бога греховным помыслом или поступком. Я чуть-чуть поясню, братья и сестры, это определение. Вы заметите, страх Божий начинается изнутри, он начинается из, или берет на свое начало от отношений человека к Богу. Это благоговейное отношение к Богу, то есть почтение, трепет пред Богом, пред Создателем, пред Творцом, перед Спасителем. И это внутреннее понимание, как я могу Бога, который столько для меня сделал, я могу теперь его огорчать. Как я теперь могу мысль какую-то допустить, понимая о том, что внутри меня Господь, Он все знает, о чем я сейчас думаю. Братья и сестры, это внутреннее осознание того, что Бог присутствует всегда со мной рядом. Вот здесь сейчас Бог присутствует. Где я разговариваю с соседкой? Он здесь. Вот Бог здесь. Он здесь. Он слышит, о чем я разговариваю. Он слышит, в каком тоне я произнес ту или иную фразу. Бог это слышит и делает определенные выводы. Что из моих уст выходит? Он видит и знает, как я одеваюсь. Все видит Бог. И человек, боящийся Бога, учитывает всегда желание Бога, именно желание Бога. Он желает всем сердцем ему угодить. Господи, как я могу теперь тебя огорчить? Как один брат посоветовал сестричке молодой, она говорит, знаешь, я тебе что посоветую? Я тебе посоветую вот взять, подойти к своему шкафу, открыть дверь, и каждую вещичку взять и так просмотреть и так вот внутренне сделать вывод. Иисусу нравится или не нравится вот эта вещь? И то, что не нравится, удалите из шкафа. Она говорит, ой, тогда там почти ничего не останется. То есть человек сознательно знает, понимаете, что то, что там есть и то, во что он одевается, это Богу не нравится. А человек, боящийся Бога, братья и сестры, он будет это всегда как раз и учитывать. Поэтому человека, боящийся Бога, я не говорю о том, что не надо помогать, не нужно на что-то там указывать. Нет, и нужно. Но человек, боящийся Бога, он подконтролен Богу. Понимаете, вот это очень важная мысль. Он подконтролен Богу, он это понимает. Вы помните, как апостол Павел Тимофею пишет, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. То есть, старайся себя пред Богом всегда. Вот что ты пред Богом. Вы помните, как о Енохе сказано? Енох ходил пред Богом. То есть, он учитывал, что всегда Бог вот здесь рядом находится. Вот страх Божий, он имеет вот это внутреннее основание. От отношений к Богу, благоговейное отношение к Богу. Второе определение страха Божия. Страх Божий – это осознание своей ответственности перед Богом за свое состояние и за свои поступки. Это осознание ответственности перед Богом за свое состояние и за свои поступки. То есть, это не только внутреннее понимание, что здесь Бог находится и Он меня видит, а понимание того, что я когда-то пред Богом предстану. И этот внутренний законодатель, он внутри живет у человека. И он заставляет его бодрствовать. Вы помните, как у апостола Павла, он конкретно говорил о том, что все мы предстанем предсудилище Христово. Помните, да? Все мы предстанем. И он себя в том числе. Он о себе говорит, что ему когда-то придется отчет пред Богом дать. И он говорил о том, что не торопитесь судить прежде времени, пока не придет Господь и не откроет то, что скрыто во мраке. А что скрыто во мраке? Вот, допустим, мы видим дела какие-то, но мы не видим мотива у человека. Вот почему он так поступил? Иногда бывает, что дело, вроде бы все красиво, человек ревнует, вот он стремится даже там благовестие или еще. А какие мотивы? А важны ли мотивы? О, еще как важны. И вот придет Господь, и все это откроется. И все будет на лицо видно. И вот об этом апостол Павел говорил коринфянам и очень серьезно их предупреждал. И говорил о том, что он, по данной, как он говорит, по данной мне от Бога благодати, я как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Он предупреждал верующих. Каждый смотри, как строит. И он объяснял, что кто-то строит из золота, серебра, драгоценных камней, а кто-то строит из дерева, сена, соломы. И вот придет день, и у каждого дела обнаружится, потому что огонь испытает дело каждого. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого-то это дело сгорит, он потерпит урон. И он говорит, впрочем, он спасется, но так, как бы из огня, вы представляете? То есть человек что-то делал, а речь идет о том, что я делаю в церкви. Я имею в виду, друзья, даже не только какое-то служение, а это речь идет о наших взаимоотношениях друг с другом. И в большей степени, наверное, именно об этом там речь идет, когда Павел говорит, что я, братья, вообще не мог говорить с вами, как с духовными, а только как с плотскими. А почему? А если у вас зависть, если у вас споры, если у вас разногласия, то не плотские ли вы? Вы посмотрите, как вы поступаете. И вот апостол Павел, объясняя им эту истину, говорит о том, что мы-то когда-то все предстанем пред Богом и дадим отчет пред Ним. И дальше в этом контексте он пишет, итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Братья и сестры, сегодня мы о благовестии молимся. Как мы можем вразумить людей? Я только знаю страх Господень. Как мы можем вразумить людей? Только понимая, что я подотчетен сам Богу. Я сам предстану пред Богом когда-то. И если я со всей серьезностью это понимаю, я смогу и человеку сказать, знаешь, не шути с Богом. Думай серьезно. Я когда-то предстану и ты тоже предстанешь. И нам осталось ждать может быть совсем чуть-чуть. Но это я должен сам принять. И сам должен это понимать. И это как раз есть страх Господень, братья и сестры, когда я понимаю, что я подотчетен Богу. И в соответствии с этим я живу. Братья и сестры, есть такое понимание, что страх Господень это должно касаться людей Ветхого Завета. То есть вот в Ветхом Завете там вот о страхе Божьем много сказано, а мы живем в Новом Завете и поэтому у нас прежде всего должна быть любовь. Согласен. Любовь у нас должна быть обязательно. Но в Новом Завете о страхе Божьем сказано очень много. И я хочу некоторые тексты Писания привести нам из Нового Завета. Апостол Петр когда-то в своем послании говорил «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь царя чтить». Помните этот текст, да? Бога бойтесь. В первой главе первого послания Петра написано «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Вы помните этот текст, да? Со страхом время странствования. То есть вот вы живете на этой земле, работаете, общаетесь друг с другом, имейте Божий страх. Имейте Божий страх. «И так мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, ибо Господь наш есть огонь поедающий». С благоговением и страхом никак по-другому. То есть я так понимаю, друзья, вот послание евреям это как бы знаете объяснение переход от ветхозаветнего служения к новозаветному служению. И может казаться было людям, что страх Божий это вот в то время, тогда, когда Бог наказывал. Вы помните, Давид перевозит на своей колеснице ковчег и тут валы наклоняют и Оза раз и схватился и задерзновение своего Бог поразил его и он умер. О, наверное, вот в то время вот так Бог наказывал. или Надав и Авилут, помните, внесли в святилище чуждо огонь, внесли в святилище чуждо огонь, раз и Бог поразил их. И Арон смотрел и молчал, как жутко было смотреть, сыновей Бог поразил, а не имел права разодрать одежды. Бог конкретно сказал. Да, это, наверное, в то время такой Бог был. Нет, Бог и сегодня так относится к греху, друзья. И вот вы помните, как только образовалась церковь, первоапостольская, и вот Анания и Софира решили обмануть, скрыть. Ну, вид такой сделать. Мы, как все, продали и вот несем к ногам апостолов. Вот как Иосия, которого прозвали Варнавой, помните, он тоже продал. И мы тоже такие хорошие, ну, такие благочестивые. Да вы не скрывайте, ну, если что-то оставили, если вы скажете, как оно есть на самом деле, ну, это оставили себе, вот это хотим, чтобы раздали, да никто бы ничего не сказал, зачем обманывать-то? Нет, хотели, вот мы же все даем, мы же такие жертвенные. Для чего ты допустил сатане вложить в твое сердце мысли, солгать Духу Святому, Петр говорит, ты солгал не человеком, ты Богу солгал, раз и Бог поразил его. И Сафиру так же. А вы помните, что случилось в церкви при этом? А в церкви их посетил такой страх. Они поняли, с Богом шутить нельзя. Как в то время Бог Свят, Он не потерпит греха, братья и сестры, Он не потерпит греха. И Он от нас с вами, если Он видит в нас что-то, Он не потерпит, Он будет работать над нами, воспитывать нас, братья и сестры, воспитывать. Иногда бывает, человек что-то скрывает, ну как бы, все хорошо, а Бог знает, что не хорошо. И если человек скрывает, иногда вот это неправда открывается в народном собрании. Вы помните, как написано в книге притч? то есть, когда неправда прикрывается и она не открывается, она откроется только в народном собрании. А если народное собрание, но имеется ввиду, что и другие об этом узнают, и тебе намного будет стыднее и тяжелее это, когда это все обнаружится. А почему? А потому что Бог святой, братья и сестры. И вот это понимание, что Бог святой, Бог не причастен злу, мы должны это понять и наполняться страхом Господнем, Господи, я понимаю, какой ты, сохрани меня от зла, сохрани, не хочу прогневлять тебя, не хочу оскорблять Святого Духа Божия, которым я запечатлен в День Искупления. Братья и сестры, как проявляется страх Божий в жизни человека? Если человек боится Бога, это ни в коем случае не останется незамеченным. Если он боится Бога, это заметят, это скрыть невозможно. Однажды одна жена пришла к пророку Елисею и говорит, нужда у нее была очень большая, она вдовой осталась, и нужда была большая, и она ему говорит, ты знаешь, что мой раб твой, мой муж умер, а ты знаешь, что мой муж боялся Господа. Братья и сестры, да, ситуация была непростая, он умер, и семья осталась в долгах, и видимо в немалых долгах, но так получилось. Мы, конечно, ни в коем случае не осуждаем его, но я вам хочу сказать, что к его чести он сумел научить жену и детей бояться Господа и жить верою. И вы представляете себе, они идут, собирают кувшины, сыновья идут, собирают кувшины. И я так представляю себе, да, вот так вот, ну, сыновей послать, ну-ка, идите, собирайте вот по соседям. А для чего? Бог чудо будет являть. Если бы они к чудесам не были привыкши, братья и сестры, для них одни вопросы. Это примерно, знаете, как, когда Авраам с Исааком идут в землю, Мариан, на гору идут, и Исаак спрашивает, отец, а вот огонь, дрова, а где Агнец? Авраам говорит, сын мой, а Бог усмотрит себя Агнец? И никаких вопросов нет. Я думаю, это да, отрок. Вот там вопросов должно было быть, а как Бог усмотрит, а что, и так далее. А почему так было? А потому что это были люди, живущие верой. Вот это Бог усмотрит, это было вполне естественно и нормально, они по жизни так жили. Бог усмотрит, сынок, Бог усмотрит, давай будем молиться, и все нормально. То есть, когда в семье живут верой, вот это Бог усмотрит, это вполне естественно. И вот этот как раз человек, который умер, который боялся Бога, он научил жить в страхе Божьем, научил семью и жену, и детей, поэтому-то она и пришла теперь к Елисею. Как прекрасно, друзья. А я так понимаю, если жена сказала, мой муж боится Бога, это точно. Я бы захотел вот всем братьям и себе лично пожелать, чтобы так вот жена сказала. И это так, чтобы естественно было, что муж боится Бога. А я так понимаю, откуда вот такое свидетельство? А я так понимаю, друзья, это вот жизнь. К примеру, когда тебя зовут, давай мы то и то сделаем, давай. А муж смотрит, это что-то сомнительно. И он говорит, нет, да ты что, такие деньги заработаем? Нет, я на это не пойду. Да долгов не будет у тебя. да пусть лучше долги будут. Но теперь осквернить свою совесть, не пойду на это, не соглашусь на это. И я так понимаю, это вот жизнь, это ситуация такая. И поэтому он и удостоился такого как бы названия, что мой муж боялся Господа. Братья и сестры, скажите, а дети заметят, что родители Бога боятся? Да, конечно, я детей не скроешь. Как, может, помните, я давно уже брат один рассказывал, пример, говорит, ну, многодетная семья приехали после собрания, значит, уже вечер, детей надо укладывать, и вот отец пошел, собрал детей и пошел укладывать. Уложил детей, помолились, все, уложил их. Ну, вот сидят в комнате с женой, слышали, там шум в детской, опять там дети повскакивали. И вот он разгорячился, заходит туда и говорит, так, вы что здесь скачете, как козлы? А сынок находчивый. И говорит, папа, на собрание это братья и сестры, а дома-то козлы. И он говорит, как мне стыдно, представляете, да? как кипятком. Но это по существу, правда? Это по существу. Дети заметят. От них не скроешь. Почему Давид в сотом псалме, почему он говорит, буду ходить непорочности моего сердца посреди дома моего. То есть, там, где не видно, там, где вот только семья вот здесь вот моя. или даже может один я вообще нахожусь в непорочности моего сердца. Когда ноутбук включаю, когда в телефон вот здесь смотрю, в непорочности моего сердца буду ходить. Братья и сестры, я даже заметил, знаете, вот так по жизни, человек, боящийся Бога, у него всегда будут определенные принципы в жизни. И эти принципы, друзья, даже мы не найдем конкретно того, что вот в Писании так указано. Ну, допустим, в Писании не сказано о том, что вот, допустим, ты встал утром, что ты так вот должен распланировать день, вот именно вот так ты должен распланировать день. Что вот это, это ты должен сделать, друзья. Вот, может быть, именно таких вот деталей точных мы не найдем, но человек, которого Бога боится, он будет вот именно так планировать, потому что Бога знает, потому что понимает, вот так Богу будет приятно. И я вот заметил, даже человек умирает, но принципы, которые он, которых он держался в семье, они живы и после его смерти. Вот вы, наверное, знаете Петра Петровича, у нас дьякон, который у нас был и уже давно уже он отошел в вечность. Вот я хочу сказать и знаю, он этот человек, который Бога боялся. И вот у него тоже были определенные принципы в отношении семьи. Вот так должно быть, он так детей наставлял. И я вот так заметил, да? Потому что бывают уже в семьях его детей. И я заметил, как дети стараются держаться тех принципов, которые там у отца были в отцовском доме. И знаете, я заметил даже так. Один другому говорят, слушай, отец нас так не учил. Вспомни, у нас в доме было по-другому. И я, знаете, я слушал, думаю, вот это сильно. Правда? Вот это сила. А почему? А потому что ту позицию, которую занимал отец, это не было его произволом. Это не было что-то выдуманное. Ну, чтобы как-то вот так вот, вот так вы должны поступать. Он прежде всего себя требовал. Вот человек, боящийся Бога, будет прежде всего себя требовать. То есть, допустим, если он говорит, сынок, ты должен читать Библию, он должен прежде всего сам читать Библию. Или дети, вы должны Богу молиться. Допустим, выходите вы на улицу, помолитесь Богу. Да он должен сам понять, что я это должен прежде всего делать. Молиться Богу. Если требуешь Писание учить, да прежде всего вдвойне себя требуй. И тогда, друзья, если это так, оно сильно. Оно тогда сильно. Оно имеет силу. Потому что отец прежде всего, он максимально требователен к себе. Я заметил, братья и сестры, рассуждая над этой темой, что Библия полна примеров, где проявляется у людей страх Божий. Я некоторых примеров хочу коснуться вот в своей теме. Прочитая книга Неемии, 5 глава, 15 стих. «А прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино. Кроме сорока сикли серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию». Вы, наверное, помните эту ситуацию. Вавилонское пленение и народ возвращается. Город разрушен, Иерусалим. И людям жить очень тяжко. Надо все восстанавливать. Здесь и надо работать. Здесь надо чем-то кормиться. И все восстанавливать. И очень трудно. И вот Неемия говорит, прежние области начальники. Ну, сорок сикли серебра, я понимаю так, это по всей видимости плата, которую должны были люди платить, чтобы содержать вот области начальника. Ну, естественная плата, да? Но прежние области начальники, они брали с лихвой хлеб и вино должны дать. Ну, то есть, как бы это не писанный закон и попробуй не дай. Но, как и сегодня, иногда так бывает, когда мы видим, допустим, люди мира сего, ну, вот как написано в Евангелии, судья, Бога не боялся, людей не стыдился. И мы встречаемся с таким. Вот даже если чуть отклониться от темы, я помню, несколько лет назад умерла моя мама. И так случилось, как раз я был на пресвитерской конференции и пришлось мне пораньше оттуда уехать, попросил брата Николая вверх, и мы поехали на похороны. Похоронили маму, нужно было выезжать из города и тут раз, смотрим, уже почти что выехали, и последний пост, пост ГАИ, ДПС, смотрим, подъезжает примерно за километр перед нами машина ДПС, раз поперек встали, и каждого останавливают. И мы медленно едем, так смотрим, остановили машину, он вышел, так водитель, что-то поговорили, поговорили, раз сел, уехал, ну, из города, раз, другой, раз сел, уехал, интересно, каждого тормозят, и люди едут, главное, туда. Интересно, что такое. Ну, тут раз останавливают нас, ну, Николай вышел, ну, ему сотрудник говорит, знаете, здесь приказ с области, чтобы закрыть город, значит, там метель поднялась, и теперь все, ну, мы не можем вас пропустить никак. Ну, Николай говорит, ну, поймите, нам надо выезжать, у нас еще тысяча километров с лишним, у нас дома, семьи, мы не можем оставаться. Ну, он говорит, ну, вот идите там, начальник, поговорите. Он туда, к начальнику этот, посмотрел документы, и говорит, Николай, хочешь ехать? Ну, конечно, хочу. Ну, давай, пятерник ложи сюда и езжай. А он говорит, а что такое пятерник? Он говорит, Николай, ты не знаешь, что такое пятерник? Ну, это пять тысяч тенге. Ну, это примерно тысяча рублей, да? И все, и поедешь дальше. Николай ко мне пришел, говорит, Саша, не знаю, что делать. Я говорю, ну, я сейчас к нему схожу. Я подошел, я говорю, знаете, вы просто поймите, у нас ситуация такая, мы не можем задерживаться, нам надо ехать. Он говорит, да вы поймите, вы сейчас поедете, у нас приказ. Я говорю, приказ приказом, но я говорю, вы какое-то условие здесь поставили. Он говорит, о, ну, вы просто, говорит, сами подумайте. Вы вот сейчас поедете, вдруг замерзнете. А как у нас на совести будет после этого? Я думаю, интересно, думаю, как. Получается, если раз, пять тысяч ложь на совесть, все нормально, все спокойно, да? А если нет этого одеяла, да, то тогда это будет тяжело. И вот мы сталкиваемся, друзья, с этим. То тут, то там. Ну, Ниеми говорит, у прежних областеначальников так было. Брали хлеб и вино вот с людей, с народа. Я так не мог делать. По страху Божьему. Братья и сестры, более того, вы помните, в книге Ниеми написано, каждый день, сколько ело у Ниеми людей. Сколько заколали там, животных, каждый день. То есть, вместо того, чтобы теперь обременять народ поборами, да, он теперь свои сбережения и людям, потому что понимал, что по-другому нельзя. Люди бедные. И он с других начальствующих это требовал. Вы посмотрите, вы посмотрите, как люди живут, как вы можете так относиться. Почему? По страху Божьему. Братья и сестры, я хочу сказать вот одну мысль. по этому тексту, что страх Божий, вы заметите, он касается вот всех сфер жизни человека. Даже нашего вот отношения к ближним. Как ты относишься? Наших отношений к финансовых вопросам, кошельку, к деньгам. Страх Божий. Или, допустим, помните текст книга Исход 1.21. И так как повивальные бабки боялись Бога, он устроял домы их. Наверное, этот случай вы тоже помните, да? То есть, от фараона было повеление такое очень грозное. Умершлять всех мальчиков-евреев. Это было повеление конкретно сказано бабкам. Смотрите. Почему? Потому что они в этом участвовали. Смотрите, братья и сестры, я вам хочу сказать, это ослушаться этого повеления, это грозило потерять жизнь. Недаром, помните, Моисей-то убежал, когда убил египтянина, помните? Это не на пустом месте было. Если даже Моисей, братья и сестры, если даже Моисей, который был особо приближенным к фараону, сын дочери фараоновой, если он скрылся, понимал, что ему поблажек не будет здесь, то что говорить об этих бабушках, да? Но они боялись Бога. Я хочу сказать, что человек, который Бога боится, если речь идет о том, что исполнить заповедь или не исполнить заповедь Божию, он готов жизнь потерять, но не приступить. А разве сегодня не так, друзья? А разве сегодня не так, что мамочки, вот христиане, да, христианки, для того, чтобы не нарушить Божию заповедь в отношении деторождения, они согласны идти даже на смерть, но принять всех детей. А неверующие удивляются, что вы за люди такие. А страх Божий, друзья, страх Божий это делает. Братья и сестры, когда-то страх Божий удержал Иосифа от страшного греха. Вы помните? В доме Патифара вот эта негодная женщина развратная. Иосиф конкретно заявил, как я сделаю сия великое зло и согрешу пред Богом. Я представляю, как она, может она озиралась, какого Бога, где ты его видишь? Мы же здесь вдвоем. А Иосиф как будто ей глаза открывает. Я пред Богом, здесь Бог находится. То есть человек, человек боящийся Бога, он понимает, вот здесь Бог сейчас. Мы не вдвоем. Здесь Бог находится. Я вот, знаете, заметил и сегодня, как страх Божий, братья и сестры, сегодня, в наше время, удерживает и сохраняет молодых христиан от подобных грехов. Почему? Потому что люди-то не поменялись сегодня. Я вот вспоминаю, как-то один брат рассказывал, в армии был случай, приказ дали, он должен был поехать к офицеру, к одному из офицеров домой, ну, чтобы там что-то по строительству, ремонт делать или еще что-то такое. И вот, говорит, приезжаем, он один поднялся на этаж туда, в квартиру, тут открывает дверь жена твоего офицера. И он, я захожу в дом, и я, говорит, как только взгляну, и я понял, что меня здесь ждет. Я хотел, кстати, сказать, что, вы знаете, тайна Господня, боящимся его. То есть, я хочу сказать, что Бог открывает тайны, Бог открывает замыслы, Бог оберегает своих от опасности тех, кто Бога боится, братья и сестры. Он оберегает их. И он говорит, я как только увидел, я все понял, я развернулся и бегом оттуда. От этой женщины убежать просто. Братья и сестры, вот в Псалме 18, 10 стихом написано, страх Господень чист пребывает вовек. Псалом 18, 10. Страх Господень чист пребывает вовек. Знаете, я бы сравнил, страх Господень это своего рода антисептик. Знаете, вот как сегодня мы куда не зайдем, где-то там или в магазин, или там где соцзащита, или еще где-то в банк и везде вот антисептик, да, побрызгать руки, чтобы там от микробов там, ну и все такое. Страх Господень, братья и сестры, Он оберегает нашу душу. Он оберегает от вот этой скверны, от нечистоты этого мира, чтобы сохранить своих детей от осквернения, от прикосновения, от прикосновения к чему-то нечистому. Третий вопрос, братья и сестры, которого я хотел коснуться, это как Бог относится к людям, имеющим Божий страх. Как я уже сказал, для нас, верующих, это очень важно. Как относится Бог? Братья и сестры, боящиеся Господа вызывают у Бога особое расположение. Написано в Псалме 146, 11 стих, «Благоволит Господь к боящимся Его». Благоволит Господь к боящимся Его. Вообще, у вас бывает такое, что, допустим, к примеру, какое-то искушение, а искушение – это же всегда выбор, как поступить, вот так или так. Это обычно всегда выбор. И иногда бывает даже такое, когда и времени на выбор очень мало, когда нужно что-то сказать, принять решение. И вот это всегда очень опасно, когда времени очень мало. Бывает у вас такое, когда вы поступили по страху Божьему, ну, допустим, где-то не поучаствовали в каком-то злословии, в каких-то сплетнях, даже не поддакивали. То есть, иногда бывает человек, который распространяет какой-то слух, сплетни, он хочет, «Ну, ты хоть поддакни, ну, кивни хоть, вот кивни». Вот этого он и хочет иногда. Кивнул, и как будто и оправдан вот этот слух, который он говорит. Братья и сестры, но человек, который Бога боится, он даже на это будет обращать внимание. Не быть соучастником. Так вот, у вас бывало такое, что когда вы поступили где-то по страху Божьему, что вы при этом чувствуете вот внутри? Вы чувствуете внутреннее удовлетворение, радость, мир, покой внутри? Или наоборот, у вас что-то там внутри, там тревога или еще что-то такое? Какие при этом возникают чувства? Удовлетворение, радость. Согласны, да? По страху Божьему. А почему, друзья? А это внутренний индикатор. Вообще сердце наше, помните, написано, сердце, если осуждает нас, то коль ми паче Бог. Наше сердце. Я вот помню случай, купил микроавтобус, уже давно было, микроавтобус дизельный, ну, старенький микроавтобус у меня был. И не успел купить, через несколько дней смотрю, раз приходит один у нас житель поселка. А в то время, знаете, еще колхоз у нас был, и люди и на тракторах ездили, ну, и все такое. И он приходит и говорит, Саша, купи солярку. Я тебе в полцены отдам, говорит. Я ему говорю, слушай, я не куплю у тебя. А что? Ну, полцены, ты смотри на заправке, какая цена. Я говорю, твоя солярка-то не чистая. Он говорит, а ты что думаешь, на заправке чище? Я говорю, чище. Твоя солярка, она совесть марает. А-а-а, ну, понятно. Раз и пошел. Он-то думал, что я буквально говорю, что не чистая. Братья и сестры, а у меня внутреннее удовлетворение. Нет, я не богатый человек. Я понимаю, что на эти деньги, да, я бы мог в два раза больше у него купить. В два раза больше. А что при этом у меня внутри? А внутри опустошение. И такие моменты бывали в жизни, братья и сестры, когда поступил не по страху Божьему, а потом за голову схватил же, что я сделал? И потом возвращаешься и идешь туда, вспомни, откуда ты не спал. Куда идешь? Да чтобы все исправить, покаяться. Попросить прощения, когда не по страху Божьему. То есть, братья и сестры, Бог благоволит и посылает внутреннее свидетельство, когда мы по страху Божьему где-то поступаем. И в Писании очень много текстов, говорящих об отношении Бога к тем, кто имеет страх Божий. Псалом 144, 19. Желание боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Псалом 102, 13. Как отец милует сынов, так милует Господь, боящихся Его. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Псалом 30, 20 стих. Братья и сестры, написано, что во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Деяние апостолов, 10 глава. То есть, смотрите, независимо от того, какой национальности принадлежит человек, казах он, или он русский, или он таджик, или немец, если человек боится Бога, это Богу приятно. То есть, я хотел бы, чтобы это у нас вот внутри закладывался такой фундамент нашим поступкам. Если я поступил по страху Божьему, будь уверен, Бог сейчас тебя одобряет. Пусть ты что-то потерял, пусть ты меньше заработал, пусть у тебя будет меньше. Помните, как написано, да, что лучше блюдо зелени, но при нем мир. Пусть ты меньше будешь иметь, но тебя Бог одобрит. Тебе Бог одобрит. Братья и сестры, иногда бывает, я вот смотрю по Писанию, Бог человека проверяет просто на наличие страха Божьего. Как-то ангел Господень заявил Аврааму, теперь я знаю, что боишься ты Бога. И не пожалел сына твоего, единственного твоего, ради меня. Иногда может быть такое, друзья, мы задаемся вопросом, а почему то и то случилось в моей жизни? А может быть, Бог тебя проверяет сейчас? А может быть, Бог проверяет, ты сейчас Божий страх имеешь или нет? Как ты поступишь? Братья и сестры, Бог даже не постыдился перед сатаной обратить внимание на Иова. Помните? Обратил ли ты внимание свое на Иова? А какое качество было у Его? Почему именно на Него? А это был человек, боящийся Бога. И Бог не постыдился сказать клеветнику, представляете, клеветнику. Ты на Него обратил внимание, на Его поступки, как Он поступает? Нет такого, как Он на земле. Человек богобоязненный. Последний вопрос, братья и сестры. Как происходит страх Божий в человеке? И где он берет начало? Братья и сестры, когда я исследовал эту тему, то я заметил и пришел к выводу, что богопознание и страх Божий очень связаны друг с другом. Человек, который познает Бога и знает Бога, как следствие он приобретает Божий страх. То есть по-другому быть не может. Если человек близко к Богу прикасается, то есть соприкасается с Божьим действием, делами, то в нем это возникает. Вы помните, когда воскликнул Петр? Выйди от меня, Господи, я человек грешный. Откуда? Так ты ж только что Иисусу говоришь, что наставник. Да мы всю ночь трудились, ничего не поймали. Ну, по слову твоему, ну как бы ради тебя, из уважения, да? То есть ты ж такой опытный был. Ты даже не видел своей греховности. А как это ты так увидел все это? Да потому что соприкоснулся с Христом. Он понял, кто Он. Вы помните, братья и сестры, вот в Писании очень много текстов на эту тему. Написано в Священном Писании, в книге Второзакония, в 31 главе, с 10 стиха. «И завещевал им Моисей и сказал, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей, жен, детей, пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали, учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона всего». Братья и сестры, почему нам с вами надо серьезно читать Библию и исследовать Писание? Да потому что вот отсюда страх Божий. Исследуй Писание. Почему нам так важно с детьми сидеть, вникать в Слово Божие? Представьте себе, Израиль, собрали Израиль, собрали. Дети, жены, мужья, все должны слушать слова закона. Для чего? Чтобы учились Божьему страху. Вот из Писания. Мы иногда можем удивляться поступкам людей, но если человек Бога не знает, удивляться поступкам, страшным поступкам, можно тогда не удивляться. Помните книгу «Иисус наш судьба» и там был такой пример, когда пастор Буш, 27 лет ему всего было, и он был пастором в церкви. И вот он рассказывает, я, говорит, иду по городу и смотрю, собралась толпа людей. Забастовка. Шахтеры бастуют. И вот один человек, ну, как обычно, там есть активисты, залез на ящик из-под мыла, помните, да? Ну, Буш такой, в свойственной ему манере так вот это описывает. встал на ящик из-под мыла и кричит во всеуслышание. До каких пор будет это безобразие? До каких пор будут люди голодать? Дети голодать? До каких пор будут люди умирать там в войнах там и так далее? И тут он смотрит, идет пастор Буш. И он увидел его и говорит, о, пастор, ну-ка, ну-ка, иди сюда. Давай, давай, иди-ка сюда. Ну, я, говорит, подошел к нему, и он говорит, пастор, ты же веришь в Бога? Да, верю. А я, говорит, конечно, точно не знаю, есть он или нет, но я тебе скажу. Когда я предстану пред Богом, если я предстану преди, я ему знаешь, что скажу? Ты почему такое допускал в жизни? Ты почему сделал так, что столько людей умирает? Ты почему сделал так, что столько людей болеют, убивают друг друга, голодают? Ты почему это сделал? Долой такого Бога! Долой! И он как начал кричать, долой Бога! А пастор Буш говорит, долой такого Бога! Долой! Тут остановился, и такое молчание. Говорит, пастор, ты что? Ты же пастор, тебе же нельзя такого говорить. А Буш говорит, а я тебе еще раз скажу, долой такого Бога! Которого ты нарисовал в своем воображении. Долой такого Бога, которого изобрела вот эта современность, такого Бога, перед которым ты здесь пытаешься поднять перст, такого Бога долой. Но есть настоящий Бог, перед которым ты в скором времени предстанешь. и когда ты упадешь на колени свои, и он задаст тебе вопрос, почему ты до сих пор жил так? Почему ты, когда я давал тебе время покаяться, ты не покаялся? Почему ты открывал уста на злословие? Почему ты сделал столько зла своей жене, своим детям? и он тебе задаст вопросы, ни на один из которых ты даже не сможешь ответить. И ты даже пикнуть не сможешь перед таким Богом. И когда Буш это сказал, он замолчал, ему просто нечего было сказать. Братья и сестры, когда люди Бога не знают, они способны, знаете, сколько наговорить? Они просто Бога не знают. А человек, который знает Бога, братья и сестры, он не позволит уста свои открыть на злословие. То есть это, я уже ближе к нам говорю, нам с вами это нужно иметь, братья и сестры. Тогда у нас не будет вопросов в отношении заповеди Господних, соблюдать, не соблюдать, в отношении внешнего вида, как одеваться, в отношении к детям, к жене, к мужу и так далее, к ближним. Да не будет вопросов, потому что мы будем понимать, Господи, как я могу тебя огорчить, боясь тебя. Я хочу всем нам пожелать, братья и сестры, заканчивая эту тему или как бы делая вывод, нам с вами очень нужно иметь Божий страх. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самаре, они находились в покое, они назидались, и ходили в страхе Господнем, и они при утешении от Святого Духа умножались. Мы же этого как раз хотим. Мы хотим, чтобы к нам люди пришли, чтобы здесь на собрании новые появились люди. Но, братья и сестры, вот такое условие, какое, когда они посмотрят на нашу жизнь, если мы будем страх Божий иметь, тогда у них вопросов, а вопросы иногда могут появляться у людей, какие? Так как он, как верующий, он может так поступать? А как он может так разговаривать, если он верующий? Придет ли при таких вопросах человек к Богу? Придет ли он на собрание? Да, конечно, не придет, он просто будет притыкаться. Братья и сестры, давайте будем больше познавать Бога. И если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. То есть, если мы знаем Бога Отца, если мы знаем, что он будет без лицеприятия нас судить. То есть, как? Да независимо, сколько ты член церкви, 30 лет или 40. Как когда-то Иисус Христос сказал, что будет такое время, когда Он скажет, то есть, будут говорить, Господи, Господи, да не от Твоего ли имени мы пророчествовали. Он скажет, я вообще вас никогда не знал. А почему? Да вы беззаконие делали. Да сохранит нас от такого состояния, Господь, и поможет нам, братья и сестры, иметь Божий страх, чтобы Бог благословил нас, а Ему за все слава. Аминь. Помолимся Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok